24 мая. На календаре среда. Вчера отмечался Всемирный день черепахи. И эта новость потихонечку, не спеша, как и черепаха, доползла до нас этим утром. Да, цель этого дня — привлечь внимание общественности к проблеме гибели большого количества этих присмыкающихся из-за соседства с человеком. Печальную статистику могла бы пополнить и красноухая малышка Люся. Но, к счастью, она была спасена неравнодушными и внимательными работниками мусороперерабатывающего комплекса в Абухово. — Подробности этой чудесной истории уже готов нам рассказать Игорь Николаевич Кисов, заместитель директора предприятия. Игорь Николаевич, доброе утро. — Доброе утро. — Расскажите, ну вот как вообще это чудо, не чудо, что черепашка выжила, я так понимаю, что она приехала в мусоровозе, где тоже происходит некая спрессовка тех или иных отходов. После, что происходит с мусором и как она прошла сквозь эти механизмы? — Ну это действительно чудо, потому что у нас на нашем предприятии используются современные технологии переработки бытовых отходов, механизмов много, измельчители, ворошители, разрыватели, конвейеры. И бытовые отходы, проходя по этому пути, происходит производственный цикл обработки. И вот представляете, что если какой-то живой организм попадает вот в такую ситуацию? То есть 100% не всегда, конечно, нам может удастся спасти всех живых существ, которые кто-то попадает на этот проход. Но вот с черепашками получилось чудесным образом все хорошо. Ну, наверное, потому что они все-таки в панцирях, и поэтому как-то не удалось им выжить. — И может это стереотип, что они медленные? Может быть в какой-то момент они... — Сгруппировались и... — Да вы знаете, вот, допустим, одна из Люси, она просто... — Да, у вас же три Люси, почему? — Да, ну так вот, потому что черепашки, они спасаются у нас. — Итак, вы хотите рассказать, да. — Успешно, да. Одна из Люси, она, видимо, от шока, в который она попала, пройдя вот этот путь, она просто закрыла глаза, не открывала глаза. И вот наш директор, Илья Алексеевич, кстати, у него сегодня день рождения. — Давайте поздравим его. — Всего наилучшего его пожелаем. Вот своей любовью и заботой привела ее в нормальное состояние. То есть она стала кушать, стала открывать глаза, значит, выползать там из схронов своих. И, в общем-то, стала такая жизнерадостная. И нам удалось ее пристроить. То есть кто-то увидел, пришел, у нас сотрудники проходят, смотрят, и вот взяли ее к себе домой. — Какая трогательная история. — Из трех Люси две Люси пристроили. — Уже, да, да. То есть они реабилитируются у нас. — А вот программа реабилитации какая? — Да, это вот Илья Алексеевича в программе реабилитации на высшем уровне. То есть все они проходят, все психолога, вот, и так далее. И вот мы уже пристроили. Сейчас третья черепашка. Ну, скорее всего, тоже ее заберут. — Скажите, только черепахи попадали в такие передряги? Или были случаи, когда, может быть, еще каких-то животных удавалось как-то спасти? — Был случай с кошкой. Вот. И, в общем-то, наверное, таких я не припомню, чтобы они явные были моменты, вот, выявленные. Но здесь у нас сложно же. Это у нас же механизмы, у нас же разрыватели, ворошители, потрошители. — А вот как удалось этих заметить? В какой момент? — В момент уже, когда она прошла через счастье, механизм прошла, потому что те рабочие, которые на определенных участках стоят, они как раз вот обнаружили, увидели, смогли заметить. И вот таким образом ее спасли. Ну, черепашек. Получается, что, по сути дела, вот, черепашки за счет своих защитных свойств природных, вот этих панцирей и так далее, они, мы можем их увидеть в конечном итоге. — Ну, это очень хорошо, что у вас такие неравнодушные сотрудники, которые не механически выполняют те или иные функции. В какой-то момент кто-то может сказать, ну, действительно, не обязаны искать в мусоре какие-то живые существа, да, там, в отсортированном. — Ну, у нас вообще коллектив такой. Мы санитары города, и мы относимся как к нашим гражданам, так и к тем живым существам, которые с ними живут, с любовью и почтением. — Но, увы, граждане не ко всем относятся, я имею в виду... — Да, ну, вот хотелось бы обратиться как раз к хозяям живых существ, чтобы они к своим питомцам относились с большим вниманием, чтобы они не попадали к нам, и не было бы необходимости их спасать. — Потому что не все могут спастись вот при такой технологической обработке, которая сейчас существует с бытовыми отходами. — Спасибо большое вам и всему вашему коллективу за такое нежное, трогательное и трепетное отношение к братьям нашим. — У нас их животные все относятся очень... от рабочего, подсобного, до директора. — До директора. — Да, с уважением. — Ну что ж, спасибо вам большое. Мы надеемся, что Люся под номером 3 также найдет счастливую, крепкую и любящую семью. — Мы тоже. Спасибо.